И прямо сейчас интервью президента Украины. Виктор Янукович общался с известным журналистом и публицистом Виталием Коротичем. Говорили о политической ситуации, о возможных путях выхода из кризиса, о будущем Украины. Смотрите далее. Добрый день, Виктор Федорович. Добрый день. Вы знаете, сейчас, в первой своей истории, Украина стала в центре внимания всего мира. Люди, ну, доводилось поездить, люди никогда не вгадывали, что такое Украина. Теперь все знают. И вот я подумал про это, что миллион ставлений, миллион всего. И все-таки Украина выпернула из этого всего дела очень разнообразно. Ее видят так, 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 так. Из середины Украины возникает много вопросов. Я просто обязан их задать, а вы на такой посаде, вас народ убрав, что вы обязаны на все вопросы отвечать. Я просто зараз прочитал интервью у какогось мера західноукраинского міста. Он пишет, у нас досі все місто обклеено плакатами. Підтримаем президента Януковича в его прагненні до асоциации с Европой. За два дни до цієї асоциации, тракт-бах, все обломилось. Чому? Тогда люди ушли на Майдан. Чому оно обломилось? Что случилось? Украина, вы знаете, завжди была цикавой и была такой страной, где сбегали интересы многих стран. И она осталась в центре этой геополитической игры. Чому? Есть и объективные, и субъективные причины. И этот интерес вызвали безумовно, перш за все, экономичными интересами. Ну, и политичными. Останние полтора года мы начали замысливаться очень глубоко. Что будет, когда начали, как говорят, перетягивать канат с заходу на сход, с сходу на заход? Мы увидели, что угода про асоциацию – это небольшая, небольшая частинка. Умовно говоря, что угода про создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом – это 95% угода про свободную торговлю и 5% – это угода про асоциацию. До речи, в которой ни одного слова не было про европейскую перспективу Украины. Жодного слова. А что такое угода про создание зоны свободной торговли? И вот тут, когда мы торкнулись от этого вопроса, мы увидели, что очень вразливые стороны этого угода. Это галузи экономики Украины, которые являются вразливыми и которые обязательно пострадают. Это аграрный сектор экономики, сельское хозяйство. И второе вопрос – это машинобудивный комплекс. Если взять сельское хозяйство, когда мы открываем свой рынок украинский, снимаем защиту, створим зону свободной торговли, что станет? Европа имеет дотацию. И эта дотация складывает около 30%. На разные товары по-разному. В Украине эта дотация гораздо меньше, где на уровне 1,5%. Что станет с украинскими товарами? Они будут неконкурентно спроможенными. Какая часть товаров, которая в сельско-господарском секторе вырубляется, идет на украинский рынок, какая идет на экспорт? На украинский рынок эта часть товаров будет неконкурентно спроможенными. Это означает, что товары вырубники впадут. А экспорт, Россия заявила гучно, что она будет закрывать свой рынок, защищать от реэкспорта украинского. То есть, фактически мы получаем блокаду экспорта. А это, если взять этот сектор экономики, это около 400 миллиардов гривен. Так что, если говорить о дотации, то она должна быть у нас для того, чтобы мы выровняли умовы украинские с европейскими. Дотация должна быть где-то на уровне минимум 13-14 миллиардов евро каждый год. А кто нам про эту дотацию давал будь-якие гарантии? Другая вопрос – это машинобудивный комплекс. Який умовно можно разделить на три частини. Например, первая часть – это транспортное машинобудование. Что случится с транспортным машинобудованием? Споживчий рынок Украины, машинобудивников, транспортников. Небольшая доля. Можливо, где-то 20%. Не больше, все иншее – экспорт. Экспорт куди? Россия и краины СНД. Чему? Потому что стандарты, радянские стандарты, они залишились. Широка колея. Ну и все иншее. Мы за все время существования независимой Украины, мы не экспортировали ничего в Европу. Транспортное машинобудование. Только на Схид, не на Захид. Далее. Энергетичное машинобудование. Аналогичная ситуация. Технічные стандарты на совсем иншие. Яка частка энергетичного машинобудования украинского споживчого рынка, також невеличка. Все иншее – это экспорт. Ну и в решті рецепт военно-промисловый комплекс. Все зрозумело, что и кооперация, и рынок сбуду украинский не больше 10%. Далее Россия – краины СНД. И далее третьи – краины света. Но мы не можем эту продукцию выработать, большинство этой продукции, без комплектующих, которые мы получаем из стран СНД. Там также такая же ситуация, складная, вимальовывается. И если мы подивимось в целом на продукцию с высокой доданной вартостью, вона вся у нас заблокована. Заблокованный экспорт. Россия, действительно, за последние полтора года сделала нам такой, как говорят, натяк. Более 15 миллиардов долларов у нас упал товарообіг. Будь-якие переговоры с Европой, они не мали никакого успеха, потому что с нами про экономику никто не хотел по великому рахунку говорить. В основном были политические вопросы. Мы пытались достигнуть критерии. Мы принимали соответствующие законы и практически на 90%-99% выполнили. Все это было наше домашнее задание. Это непогано на будущее. То есть мы прошли шлях, который у нас в многих направлениях до критерий и стандартов Европейского Союза. Что касается будущего, это очень хорошо. И мы не собираемся остановить шлях модернизации нашей страны. И мы всегда сказали, что нам вегетно, в Украине вегетно переходить на эти стандарты, для того, чтобы рухаться по шляху развития. Поэтому что сталося? Сталося то, что мы в последнюю мить, когда начали встречи с товаровиробниками, с профспілками, мы увидели, какое занепокоение и у наших товаровиробникам, и какая величезная ответственность есть перед урядом, перед президентом за решение этого вопроса. На жаль, я хочу сказать, в том числе, что в этом вопросе, безусловно, виновна влада, что мы не провели таких очень серьезных громадских слушаний. Это вопрос уряда. Мы не провели парламентских слушаний в парламенте. В результате мы не сделали такую оценку. А что же будет тогда, когда мы подпишем и начнем выполнять эту угоду? Что станется? И вот работа в последние месяцы, перед подписанием этой угоды, она была достаточно сложной, но она полностью открыла нам картину ближнего будущего, в разе того, что мы подпишем, что мы отримуем. Уможно говоря, что эта угода для нас была невыгодной. Она для нас была крайне безопасной. И любая угода, которую мы подписываем, мы должны быть уверены в том, что это соответствует нашим интересам, интересам наших граждан. А те загрозы, которые мы увидели, они однозначно не соответствовали нашим национальным интересам. То есть, когда мы говорили с товаровиробниками, это была одна картина. И с правоспилками. То есть, у них было переконание 100%, что этого не можно делать, что это крайне безопасно, что это потеря рабочих мест, что это потеря доходов, это остановка предприятий, и, наконец-то, это катастрофа экономичная и социальная. Поэтому мы остановились, умовно говоря, за крок до решения этого вопроса. И я взял на себя эту ответственность. Настрии товаровиробников и настрои людей, обычных, были разные. Почему? Потому что общество не было проинформовано своёчасно. Почему? Не вистачало, не вистачало цієї работы. Останним часом, я бы сказал так, ця мрія, цей романтизм, он в большей части эмоций людей и мрії привели до этого протеста. Это было главное. Ясно. Это пропагандистская поразка, кроме всего, иначе, потому что народу и так не ростовкмачили, куди он иди, и почему он так хочет туда идти, люди. Стратегично. Рухаемся мы в бік Европы, или нет, сейчас? Ваша стратегия? Я хочу сказать, что сейчас на порядку денному стоит стратегическое питание обновления отношений с Европейским Союзом, с Россией, с США, с Китаем. Тобто, наша стратегия повинна бути спрямована на защиту национальных интересов. И нас никак не повинна влаштовывать роль Украины как допомíжной державы, как сыровинного придатку, как молодшего обслуговывающего персонала. Нас это никогда не влаштует. Мы ведем сейчас переговоры с Европой, мы ведем переговоры с Россией, с США. Мы разъясняем, что если мы принимаем любые решения, они должны отвечать национальным интересам. И любой тиск, внешний тиск, на Украину, он будет встречать не меньше сопротив здесь, в Украине. И вокруг этого также будет объединяться общество. Втручатись в наши справы мы не должны позволять никому. Поэтому мы будем, мы зацикавлены, мать хорошие, добрые стосунки с Европейским Союзом, с Россией, с США, с Китаем. Мы бачим майбутнёй Украины в докорённых реформах, спрямованих на развиток экономики и развиток страны. Это ясно. Мы с вами про это говорим, и вы очень точно все объяснили. Народовы вчасно этого не объяснили так, как вы сейчас говорите. И как вы думаете, долго еще стоят эта самоорганизована майданная команда? Кто ее может остановить? Эти трое, которые стали людей, Яценюк, Тягнебок и Кличко, они вообще ругаются над этим, или нет? Я хочу сказать, что меня штовхали и штовхают до разных способов, способов, как разобраться в этой ситуации. Но я хочу сказать, что я не хочу воювать. Я не хочу, чтобы любые решения принимались шляхом таким, радикальным. Я хочу сохранить государство. Я хочу восстановить стабильный развиток. Вот это моя мета. И все, что сегодня мы делаем, мы делаем заради того, чтобы в стране становился мир. Сегодня есть перемирие. Это первый крок. Наступный – это мир. Вот это мета. Тому пошук компромиссов, которые мы предлагаем, когда мы идем на поступки, безусловно, мы обратимся и до опозиции, чтобы она также ишла на поступки. И тут мова не в том, кто програет, влада или опозиция. Програют народ, если програют. Мы абсолютно правильно. Повинна выиграть Украина. Это наша мета. Нам нужно показать сегодня всем, что мы способны защищать нашу Украину, что мы способны защищать мир. И что Украина – это государство, которая имеет достаточно здоровых сил. Мы способны разобраться, как говорят, в своей доме и навести лад. И, кстати, я благодарен многим тем, кто сегодня свои эмоции получил и уже начали думать прагматично, как говорят с холодной головой. Мне одинаково, боляче, когда страждают люди. И с одной, и с другой стороны. Этого не должно быть. Тут мы должны сделать все, чтобы поддерживать радикализм. И все должны знать, что есть межа, Виталий Алексеевич. Межа, за которую никто не должен переходить. То есть, ни с того боку барикады, ни с того. Безумовно. Безумовно. Не только с одного боку не может. Межа для всех должна быть. Никто не должен уничтожить эту межу. А межа – это закон. Мы уничтожили эту межу и с того боку, и с другого. Не уничтожили. Вы говорили про амнистию. Закон про амнистию принятый. Каким образом амнистия совершается? А справа, что всех выпустят? Чи кто-то будет арештованный, кто-то будет покаранный? Чи это можно все, кто бил людей из Майдана, которые шли на Беркут? Тих людей из Беркута, тих людей из Майдана. То есть, люди порушили закон с того и с другого боку. Как амнистия? На кого поширится и когда она будет закинчена? Сегодня судовая система, органы прокуратуры, правоохранительные органы, следствия, они работают над тем, чтобы выполнять этот закон. То есть, идет освобождение людей. Я также обратился через свои возможности, разные возможности. Я обратился к и митинговым, и, безусловно, к правоохранительной системе. С тем, чтобы, как можно, скорее всего, мы открыли шлях до реализации этого закону. Как это будет реализовано, мы увидим, что это уже осталось в ближайшие дни. Но у меня есть уверенность, что победит здоровый глузд. Я не хочу, Виталий Алексеевич, я не хочу, умовно говоря, для меня нет по великому рахунку сегодня большее ваги, чем достигнение этой меты встановления мира. Я не хочу, чтобы это продолжилось. И про это говорят люди. Врешті-решт, сьогодні, про что люди больше за все думают? Встановить мир и, другим, начать нормальное життя. Далее, рабочие места. Далее, развитие экономики, который даст возможность поднимать социальные стандарты, пенсии. Вот это главное, что мы должны делать. И я надеюсь, что для нас все эти факторы, такие как оновление взаимын и стратегических стосунков с нашими партнерами, плюс встановление громадского мира и порядка в Украине, и третье, это общественный развитие Украины. Вот эти три вопроса, они невидимные, складовые, до которых мы должны прийти. Но много спекуляций в тот же самый час. Я читаю просто интервью с официальными особами. Дехто из людей из Западной Украины говорит, что мы были в Европе, нас ответе выдерли силою. Вот, может, мы тогда сами туда и вернемся. В Крыму говорят, что мы вообще можем тоже голосовать. Федерализация Украины весь час на уровне спекуляций, на уровне серьезных разговоров. Это давняя тема. Вона взагалі вибухала. Колись один из самых больших украинских патріотов, Члав Чорновол, он говорил про то, что, возможно, Украина будет федерацией. Сейчас комуністы уже с другого конца політично хочут федерации. Что вы думаете про это? Украина справедливо может расколотиться? На мою думку, не дай бог, хоть воно тут не имеет точки зрения. Вы знаете, эта идея, она давно, как говорят, блукает коридорами и политическими. И в общество идет дискуссия. Сейчас не час. Не на часе. Хотя, например, если вы посмотрите на Немеччину, что дала федерализация Немеччине, сегодня немцы говорят, что они получили реальный, действующий механизм, который влияет на справедливость распределения государственных денег. Далее. Життя людей, которые в разных регионах по-разному мают погляди, как они должны жить. Это зависит от традиции. Треба вивчити это вопрос. Можливо, проводить эту работу в дискуссиях. Створение условий. Потому что сегодня у нас еще не хватает достаточно информации. И любые такие долиносные вопросы, их ни в каком случае не можно решать на эмоциях. Да. Смарк, который объединил Немеччину, сказал, что мы вообще, что такое дочи, я не знаю. Это мы, мекленбуржцы, баварцы, прусаки, взагалі. Мы такими завжди и будем. То есть, федерализация не завжди означает развал на шматки нации. Я, скажем, звукнув жить в цельной Украине. Мне не спокойно, что Украина, не дай Боже, станет Ягославией. Понимаете? Я просто про это думаю. Но когда говорить про реальность, то сегодня, возможно, на самом деле не на часе. И, передусім, не на часе через різноманитный экономический уровень разных частей Украины. Я сейчас в одного экономиста прочитал, что Украина, возможно, ци цифры не точны, Украина – единая из союзных колишних республик, которая не достигла уровня внутреннего валового продукта, который был в Радянском Союзе. Она лишь 86% выпускает того, что другие республики перестрибнули. Интернету в Украине 30%, скажем, как в Узбекистане, даже в Азербайджане 50%. То есть, Украина в плане модернизации должна перестрибовать через очень много барьеров. Я уже прочитал буквально днями, что даже вошел до Евросоюза, Украина в лучшем разе ждет доля Болгарии и Румынии. И то, возможно, в лучшем разе. То есть, Украине нужно очень много сделать кроков в модернизации. Как эти кроки делаются? Как они должны идти? Я скажу, Виталий Алексеевич, начи с 2010 года, и вы это хорошо знаете, мы с вами не первый раз встречаемся, начи с 2010 года, мы начали системно подходить к реформированию нашей страны. С политической точки зрения, это невыгодно. Почему? Потому что будь-яка модернизация, условно говоря, это капитальный ремонт. Это всегда создает какие-то неудачные условия для людей. И когда мы начали эти реформы, мы это хорошо понимали. Займаться реформами можно только тогда, когда стабильная ситуация в Украине, и когда все гилки влады сповпрацуют. И эта стратегия развития Украины стаи спадкаемной для любой влады. Вот нам этого не хватало в все годы независимости, потому что все гилки влады практически на протяжении 20 лет не находили между собой общей точки зрения. И мы реформировали страну клаптиками. Не было системного такого подхода. Сейчас, безусловно, мы не должны остановиться. Мы должны идти дальше шляхом реформ. Но последним временем мы начали это делать более внимательно, более обережно. То есть, мы уже пошли шляхом пилотных проектов. Сначала мы в пилотных регионах смотрим, как это работает, та или другая реформа. А потом мы ее расповсюдживаем на всю Украину. Но возможности, они всегда обумываются уровнем финансирования. И тут, безусловно, очень важно, чтобы наша государство виглядала, как надежный партнер для инвесторов, которые сгодны и у них есть мотивации идти в нашу Украину, вкладывать деньги. Таких прикладов очень много. Почему сегодня, например, все остановилось? Потому что увидели, что спокойно нет. Увидели, что нет стабильности. И почему мы сегодня закликаем всех? Что цена борьбы за владу не должна быть такой высокой. Не можно бороться за владу ценою погрешения людей, или, не дай Боже, ценою крови. Вот про это иди мова. Поэтому политики, все политики, должны понимать свой уровень ответственности. И когда идут заклики до непремиренной борьбы, озброюваться, захопливать и так далее, радикально, я вам скажу, что это небезопасно. У нас достаточно сил для того, чтобы поставить на место будь-кого. Но мы не хотим, чтобы при этом пострадали невинные люди. Поэтому мы подходим к этих вопросам очень-очень уваженно, очень обережно. Мы должны всегда спираться на то, что у людей есть разум и мудрость украинского народа. И мы должны сделать все, быть уверены в том, что мы сделали все, чтобы не допустить насильства и кровопролиття. Ну кровь пролилась, я говорю сейчас не про это, пролилось много чернил. Мы начали с того, что вы сказали, что в пропагандистском плане, не то, чтобы програли, но, может, и програли. Програли пропагандистскую кампанию вокруг Евросоюза. Люди вышли, они не были готовы до осмысления того, что над ними было. Сейчас есть, скажем так, наиближшие, я даже Китай не помню, скажем Евросоюз, Россия, Сполученные Штаты, тоже далекие, но они тут весь час. Каким чином американцы хотят одного? Они уже начинают в подслуханных разговорах призначать премьеров или что-то обговорювать. Россия, хоть и иного, там есть с украинским прозвищем Онищенко, который всегда чему-то совпадает торговля сиром, с тем, когда что-то политическое не понравится. Сейчас Силуанов, министр финансов, сказал, что не заплатите за газ, значит, мы вам не дадим чергового траншу. Евросоюз, скажем, что мы вам дадим, но на ЖКХ там подвищить, это подвищить, это... Понимаете, очень много людей сказали, что у вас в середине Украины весь час под лихтых толкают, а вот это сделайте, это сделайте, понимаете, извините, те же толкают вас, понимаете? Как вам в этом окружении добывать место для Украины? Понимаете, там все кресла уже поделены. Украина должна сесть на чьей-то кресло или принести свое туда, запхать. Как сегодня это выглядит? Ваши стосунки с Путином, какие-то особистые, есть с российским президентом? Я на самом начале нашей разговоры сказал про это, что есть геополитика, есть интересы и так далее. Но мы категорично против того, чтобы кто-то втручался в наши внутренние питания. Мы категорично против этого. Мы используем и дипломатичную мову. Мы хотим иметь с всеми нашими стратегичными партнерами добрые стосунки. Мы до этого прагнем. А они? Мы до этого прагнем. Но мы не хотим быть подлеглими. И не будем. Мы всегда будем защищать наши интересы национальные. И в решении будь-яких вопросов мы будем подходить, первое, с интересов нашей страны. Вот и все. Чтобы много про это не говорить и никого не ображать, мы, тому я и говорю, что мы должны оновить наши стосунки. Что касается персональных стосунков, персональных. Это, как говорят, тема окремая. Будь-який лидер страны, он должен шукать возможности решить вопросы. Когда до нас приезжают и вносят разные пропозиции, за которыми мы видим мету, как у нас забрать наши деньги. Вы знаете, таких пропозиций очень много. Но мы хорошо это понимаем. Поэтому мы будем отстойвать свою позицию, будем отстойвать свои интересы. И, в конце концов, я переконен в том, что и в России, и в Европе, и в США все зацикавлены в том, чтобы Украина была стабильной Украиной. Все зацикавлены. Поэтому мы найдем этот шлях, и будет Украина развиваться. Это наша мета, и мы никогда не будем забывать про свое оближение. З вами говорят на Рівнях. Вы чувствуете эту разговору на Рівнях? Потому там не могут ножками топать и подлежать штовхами. Намагания есть разные, но мы знаем, что за нами Украина. И это перед всем. Слава Богу, но все проблемы переплутаны. понимаете, сейчас идет про кричать с всех боков, скорее поменять уряд. Грязнь, поменяли уряд. Но все ходит по такому от колу. Значит, сейчас уряд нужно создать с той самой Верховной Радой, которую тоже нужно поменять сгодно с требованием. И оно ходит по такому колу. Те самі люди вынурюются в друге, в третье, уже все знают, кто они такие. Все одно оно иде, иде, иде. Я просто подумал про те, что реформи Конституции, реформ можно наробить сколько угодно, но идется про они сейчас на часе. Ну, скажем, сейчас я засел в Институте Европы за статистики европейские. Сейчас, например, дороже, что есть, это освета, освещение людей. В Европе, в той самой Евросоюзовской Европе, сейчас 32% людей до 40 лет имеют университетские дипломы. До 2020 40% будут с высшей освитою. Найвищий освитний ревень, я не хочу зараз это реализовать в Европе, у кого, в Финляндии, у них 10% бюджета идет на освіту. Університеты бесплатные, школы бесплатные, дети все достают безкоштовно, достают подручники, ручки, зошиты. Я скажу про что, есть столько направлений в этом развитии, что если менять уряд, это бесконечно. Но у вас, понимаете, есть стратегическая формула, потому что менять уряд, это переселить, из этого стильчика на это побегли, переселить, еще раз. Понимаете, по-перше, поднимать молодых, по-перше, что в мире называется социальным лифтом. Подтягать молодых и тогда вылезет вчерашний Кенея в президенты, или Саркозе эмигрант угорский стает французским. Понимаете, в Украине должна эта працювать система, чтобы не столкнуться по этому колу уже сто раз пройденому. Я тому говорю, что реформи это не лише разговоры о том, кто зараз будет радовым министров, кто зараз будет там, кто людей, про притягнение их. Это питание спокойно вечное. Эффективность, 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 эффективность. Работы государственной влады. Безусловно, если взять любой направл жизни и деятельности страны, любую галузь, сюда нужны профессионалы. Всюду нужны эффективные менеджеры, с современным видом. И ни в каком разе тут не должна быть застоя. Должна быть черга, такая линейка, где должна стоять люди, которые отвечают этим критериям. И сейчас очередной этап, я бы сказал, сбег разных обставин, которые сегодня смешают эти кадровые изменения. Вы знаете, что, например, примеры, требований этого времени, мы должны сбегать этот годинник с представителями бизнеса, малого и среднего бизнеса. Вот сегодня возникло вопрос, как создать механизмы защиты малого и среднего бизнеса. Если большой бизнес, он где-то уже нашел, как защищаться, то маленький и средний бизнес таких возможностей нет. В далекие времена, когда я начал працювать еще в регионе керевником, тогда был рекорд. Панул. Я вернулся и до бизнеса, и тех, кто занимался этим тиском на бизнес. Звернулся и сказал. Одним сказал не платить, а другим сказал не берите. Мы включили громадскість, дали телефоны, в том числе я свои власні телефоны дав. Вы знаете, нам удалось поделать этот вызов потому, что развития не было в регионе. 96? Да, да, нам нужно из всех старин подойти и подолать коррупцию с всех сторон. Безумовно законодавчо, безумовно треба организаційно имплементовать эти законы и их выполнять. и Я буду выполнять эту работу в ближайшие дня. Буду организовывать, в том числе и лично сам буду заниматься этим вопросом. Воно для нас имеет сегодня уже критичную цену. Это главное. Это очень важно. И то, что вы сейчас говорите, борьба с коррупцией, это вечная борьба. Она идет у всех стран. Но вы знаете, некоторые чиновники створили такую систему привилегий для себя, что им вообще не нужно бороться за то, чтобы Украина жила лучше. Ну вот, скажем, сейчас Верховная Рада обговорю вопрос о изменении привилегий у представителей депутатов. Ну, 17 тысяч гривен, значит, дистает человек и 20 там дистает окладов. Я спросил, у медсестры, я сейчас в лекарнии тут был, 1700 гривен она имеет на месяц. Понимаете, такой перепад жизненных гривен, он провокационный, он всегда закинчивается плохо для государства. Вы, в принципе, выбрали президент, то есть народ проголосовал за вас, но о тех господарях в жизни вы контролируете? Я был в парламенте, я был народным депутатом, двуче очолю опозицию. Я смотрел, как работает, как говорят, там, под этим куполом депутатский корпус. И сколько раз мы пытались поднять вопрос, первое, занятие привилегий, второе, занятие до определенной меры недоторканности. Ну, как может быть народный депутат недоторканным, чтобы до него никто не подошел? Дехто иди в депутаты ради этого. Ну, когда говорят про европейские стандарты и про демократию, а не голосуют про занятие недоторканности, про занятие привилегий или пильг, что это означает? Что это объединяется навколо своих интересов. И свои интересы перемагают там, под куполом, интересы украинского народа. У той кубки людей, 450 депутатов, перемагают 46 миллионов. Уявите себе. Поэтому у меня величезная количество листов, величезная количество звернений, громадских объединений, окремих граждан. Вот за эти часы, как говорят, я их раскладываю там по полках, принять решение и, наконец-то, провести загально-национальный референдум по больше болючим питаниям, которые сегодня хвилюют украинский народ. Я не могу сегодня по закону заборонить это, когда люди начнут сгуртоваться навколо этих вопросов и создать такие инициативные группы и собирать подписи людей. То есть, есть закон, есть критерии. Если эти подписи будут собраны, безусловно, я, как человек законно-слухняный, я должен всегда не только ответственно относиться к тому, чтобы все выполнили законы, но и я также должен показать такие примеры. Как только это будет сделано, как только люди объединятся и поставят это вопрос, будет референдум. Ну, вот, скажемо, когда шукают, где есть гроши, там, значит, у государства Олан, скажемо, президент Франции взял и, вы знаете, 75% у всех, кто больше миллиона сделал, забирают в податок. Ну, там, Депардье втек до Росії, там, еще кто-то втек, але решта сидят и платят, где они подъедутся, розумієте? То есть, есть и такие способи. У некоторых союзных республик, независимых теперь, есть такой рекет, не рекет, но просто керевник вызывает, говорит, хлопцы, значит, так, накрасли, вы накрали, я вам не заважал, теперь у вас амністия, все. Но теперь, значит, так, я тебе еще немного дам, но ты мне побудуешь, палац спорта тут, а тут побудую 10 школ, а вот тут, есть и так, как бы, не все, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, когда Рокфеллер сказал, что я про каждую копейку, каждый ценз, можно говорить, кроме первого, кроме первого миллиона. То есть, понимаете, сказать этим людям, что вы спокойно живете. Но давайте делимся. Надо с государством рассчитывать. Виталий Алексеевич, в Украине есть своя история этих отношений. Во-первых, в каждом регионе по-разному подходу. Я также имел такую практику, таких отношений с бизнесом, когда работал в регионе. Но мы объединяли этот святой опыт, и мы приняли соответствующие законы, которые касаются этого очень тонкого вопроса. Державного-приватного партнерства. Мы взяли, до речи, и в Канаде такие приклады, и в некоторых европейских странах. И мы створили такой закон, и он сегодня працует. Он предпочитает социальную ответственность бизнеса перед государством. И сегодня большая количество бизнесменов инвестирует в будущее. У нас есть много программ, особенно в галузе охраны здоровья. Где бизнес вкладывает деньги, великие деньги вкладывают. Они являются партнерами этих государственных проектов, национальных проектов. И участниками этих программ. Я уже не говорю про благодейные фонды. До речи, Евробаскет, который должен быть в 2015 году. Все великые спортивные споруды будут строить за счет бизнеса в всех регионах. Эти спортивные арены. Держава создает для них определенные условия, мотивации. И сегодня эта работа идет. Я где-то уже с месяца, правда, света этого не видел. Тут с этой кризой занимаюсь. Но в ближайшее время я обязательно разгляну это вопрос. И проинформую публично, потом общество, как идет эта работа. Мы ни в каком разе не должны взорвать Евробаскет. И он уже скоро будет. До свидания есть. Був и футбол. Реформи, которые вы начали делать, я думаю, что вы четвертий президент. Я думаю, что вы больше влезли в этот океан реформ. И поэтому вы имеете наиболее сильных прихильников и наиболее сильных врагов. Это всегда такими людьми, в таких ситуациях трапляется. Скажите, вот так вот 25 лютого, 4 года, как вы уже иногорованы, как вы уже тут. Скажите мне, что вам удалось, что вы могли бы сказать, что вы хотели, но не удалось. А что бы переробил? Ну, как вы, задоволенны этими четырьмя годами? Виталий Алексеевич, это были годы попробований. Для меня лично, для всей команды, да и для всего общества Украины. Хочу сказать, что великое желание было, есть и будет достигать этой меты, которую я ставил перед собой и по великому рахунку перед страной. Я не говорю только за свою команду, потому что мы все живем на одной земле. И сегодня каждая родина, каждая людина, она живет мреею, живет желанием жить лучше. И мы должны на этом шляху людей объединять. Тих, кто працует на себе, на свою семью, на государство, мы должны объединяться и объединяться вокруг этого. Это наше будущее. Якою будет страна, это зависит от нас. Поэтому дело не в моей речнице, дело в том, что мы не должны остановить этот рух. И все, кто стоят на перешкоде этому вопросу, это должны видеть люди. Повинно видеть общество. Кожему давать оценку, соответственно. И я никогда не снимал из себя ответственности. Я всегда был и буду открытым. И для меня сказать слово, взять обязанность, это означает быть заручником этого. То есть я обязанность это делать. Я больше, чем кто зацикавленный в том, чтобы все у нас было в порядке. Я хотел бы несколько слов сказать. 15 числа будет 25-я речница вывода войск из Афганистана. Я сегодня в речнице мав разговариваю с главой Червонописки. Да. Мы обговорили все эти вопросы, несколько вопросов, которые нужно решить. И один из вопросов, это люди, которые были участниками этих событий на Майдане или в регионах. Я не знаю, там говорят, что их четверо еще там осталось. Я сегодня вернулся и сказал, чтобы негайно, негайно звольнили этих людей. Негайно. В законный способ у нас есть все представители. Тем более, что я все-таки, несмотря на то, что мы скептичны, так, я побачил по вашим очам, относитесь, что мы регулюемо это вопрос. А я, знаете, я оптимист. Я знаю, что перемагает здоровый глузд. И он будет перемагать всегда всем. Потому что будут отходить эмоции, будет отходить здоровый глузд. Мы все однако, Виталий Сергеевич. Втомились люди, просто я про это говорю. Вы хотите делать, вы делаете очень много. Но сейчас... До речи, вы какую формулу могли бы вывести из своего досвета, формулу Януковича, что-нибудь такое, чтобы оно перейшло и было вашей формулею для следующих? Или просто делать добрые дела и все? Нет, я сказал, что у нас есть много складовых, которые ведут нас до успеха. Багато складовых. И моя формула завжди складалась из того, что, ну, по-перше, треба быть последовательным. По-друге, треба быть ответственным. И по-третье, залучать на цьему шляху однодумцев. Чем больше будет однодумцев, тем больше будет результат. И завжди прагнути до успеха. Эффективность этой работы, она залежит от отношения общества до тех или иных вопросов. Я постоянно, как говорят, зряю годинник с людьми. Постойно. Я и вивчаю социологические исследования. Я вижу, где наиболее важко. В каких направлениях нужно определять больше внимания, или, как говорят, приоритет своей работе. Это нескольчинная работа. Это нескольчинная, целодобовая и великое божание. Великое божание, да, воно повинно быть еще поруч и с любовью. Вот с любовью. Если ты делаешь это, знаете, с таким злом, никогда не будет ничего доброго. Не будет добра. Надо делать это с любовью. Поэтому у меня никогда не было зла до людей. Думка каждого человека должна быть почувствована. И желательно, врахована. Это мои критерии. Прекрасная формула, прекрасные критерии. И вы знаете, я хотел вам сказать, чтобы вы не втомлювались. Втомлюйтесь, пожалуйста, втомлюйтесь, потому что ничего не сделаете. Я очень хотел бы, чтобы было все доброе, и чтобы за какой-то час мы еще раз поболакали, и стало ясно, что все потроху стает лучше. Иначе формул не бывает. Вы знаете, не минутчо будет кто-то незадоволен, не минутчо будет опозиция. А если бы не было опозиции, было бы скучно. Так что все будет работать. И дай Боже, чтобы оно у вас так, как следы, Украина жила лучше и лучше. И всех все-таки, чтобы... Вот эта одесская формула, не дождетесь, чтобы она здесь працювала и тут, понимаете. Я тоже хочу, чтобы... Дякую, дякую, дякую. Дякую. Президент Украины Виктор Янукович дал интервью известному журналисту и публицисту Виталию Коротичу. Это был действительно содержательный разговор. Разговор о будущем Украины.